Четыре команды юниорской хоккейной лиги борются за звание лучших. Юбилейный турнир памяти Евгения Куницына много значит для саровских воспитанников. Евгений Константинович работал тренером-преподавателем в нашем городе с 1973 года и воспитал не одно поколение хоккеистов. На торжественном открытии его сын пожелал удачи спортсменам. Участникам желаю честной спортивной борьбы, подчеркнуть для себя что-то новое в этом турнире в плане профессионализма, а зрителям насладиться красивым хоккеем. Первыми сыграли команды «Торпеда» и «Мордовия» со счетом 8-1 в пользу нижегородцев. Следующими соревновались хозяева и гости из Пензы. Матч «Сарова» против «Дизеля» получился захватывающим. Неожиданные атаки, точные броски и даже опасные столкновения. По словам тренера пензенской команды, в сезоне игры с «Саровым» будут сложными и к ним стоит подготовиться основательно. Неплохая команда, хорошая. Мы в том году против них играли амбициозные, отличные тренеры со своими амбициями. Я думаю, в сезоне будет тяжело с ними играть. Всю игру «Дизель» вел в счете и одержал победу 8-2. Для саровских хоккеистов матч был дебютным. По словам тренера, решающую роль сыграли недочеты в обороне, волнение и несыгранность воспитанников. Турнир – своеобразная подготовка для юных хоккеистов к сезону. Тренеры команд пристально наблюдают за игрой и отмечают для себя кандидатов в основной состав. Будем смотреть, как до ребят дошло, вот эти требования в игре. Для этого мы и проводим турнир. Он предсезонный, чтобы войти в сезон уже более подготовленный. Впереди у саровской команды товарищеский матч с Нижегородским «Торпедо». 14 и 15 сентября пройдут первые домашние игры первенства России юниорской хоккейной лиги. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.